Проверок со стороны налоговой инспекции стало меньше. Правда, речь идет, к сожалению, о плановых ревизиях, которым предприниматели зачастую подготовлены. Поводом для инспекции может стать любое обращение граждан. Что представляет собой плановая проверка, исчерпывающе пояснил начальник главного управления Миндоходов в Одесской области. Плановая проверка – это та проверка, которая планируется планово, будем так говорить, и утверждается нацплан для проверки. Кроме того, налоговики собираются начать делать спонтанные проверки, которые, по их мнению, застанут предпринимателей врасплох. Но последние, в свою очередь, говорят, что и без проверок дышать нечем. Все настолько непродумано и настолько неактуально для нашего образа жизни. Мы люди не такие богатые, о нас не думают о народе, поэтому, мне кажется, это все неактуально. В общем, это все лишнее, это все многое, это все не для нас. Очень много платим пенсионный фонд. Это да. На предпринимателей среднего бизнеса есть давление некое, и малого бизнеса также. Высокие кредитные ставки и нехватка финансирования – пожалуй, одни из главных проблем одесского предпринимательства. По словам чиновников, в этом году в рамках программы развития малого и среднего бизнеса в Одесской области выделено около 5 миллионов гривен. Однако работники курортной сферы существенной поддержки не ощущают. Нам нужно финансирование со стороны государства. Я не имею в виду только ПКТ Сергеевка. Много курортов. Приморское, курортное, ну масса курортов, вы понимаете, о чем идет речь. То есть финансирование для того, чтобы людям было где отдыхать. В будущем чиновники планируют увеличить финансирование. Очевидно, что в курортный сезон предприниматели пойдут на самые отчаянные меры, чтобы отблагодарить покладистых налоговиков и задобрить злых. Как будут обстоять дела дальше, расскажут Дмитрий Долматов, Сергей Самойлов, Новая Одесса.